Майкл Бом, американский журналист, к нам пришел. Майкл, здрасте, наконец-то мы вас дождались. Прошу прощения за опоздание. Ничего, все хорошо. Мы тут начали обсуждать заявление Хилари Клентон, которая сказала, что в случае, если ее выберут президентом, она обещает все вопросы решать исключительно дипломатическим путем и всячески избегать военных действий. С кем? Интересно. Ну, вообще, вообще. Вообще? Я думаю, что с Россией, но слава богу. В вопросах. Слава богу, что в России не будет военных действий. Я думаю, что она имела в виду в Сирии все-таки. Речи вообще безотносительные. Ей задали вопрос кто-то из штата Айова, и она вот... Ну, обещать, что не будет никаких военных действий, я думаю, сложно. Почему? Но всегда, не всегда, но часто приходится, приходится. Это, конечно, это последний крайний мир, но если, конечно, лучше дипломатическими методами, но если все эти методы исчерпаны, тогда остаются только силы. А как понять, что исчерпаны все методы? Потому что 10% наших слушателей говорят, что да, они верят словам Клинтона, а 90% не верят. Нет, ну, посмотрите, если это борьба против ИГИЛа, ни о какой дипломатии речи быть не может. Поэтому... Нет, вы спрашивали, как знать, что дипломатические способы исчерпаны. Но с ИГИЛом они даже не начали, потому что это исключено по определению. Понимаете? Ну, смотрите, а Виталий 44-й не верю, конечно, Клинтону. Я не забуду ее смех, когда она радовалась убийству Мамара Каддафи. Да, не очень удачно. Да, не очень удачно, как это все вышло. И все напоминают ей об этом. Ну, так вышло. Так вышло, да. Это зафиксировалось на видео, да. Я бы по-другому отриграл, но я не политик, слава богу. А что Дим Старой тогда говорит? Обама тоже обещал прекратить все войны, даже Нобелевку получил, обманул всех и все. Нет, ну здесь, понимаете, это угроза, это прямая угроза не только Америке, а всему миру. Вы про ИГИ говорите? Про ИГИЛ, да, про ИГИЛ. Поэтому это, между прочим, очень интересный вопрос. Потому что упрекают США в том, что это без санкций ООН. Это делается. Без разрешения Асада? Без мандата, да, ООН, Совета безопасности. Но здесь есть исключение того же самого ООН, это право на самозащиту. То есть каждая страна и Россия вовсе не исключение оставляет за собой право защищать себя. И это зафиксировано и российским законом, да. Можно мочить террористов по всему миру, да, без всяких мандатов ООН. И Америка имеет то же самое право. Хорошо, когда это с мандатом ООН. Это, безусловно, это без всякого сомнения, что лучше. Но когда этого нет, по разным причинам. Иногда это просто... А по круче, как вы думаете? На зло, просто чтобы насолить другим членам. Когда это происходит, понимаете, США должны защищать свою страну. И если, когда речь идёт о мировом терроризме, когда речь идёт о ИГИЛе, если есть мандат ООН, пожалуйста, если нет, тогда уже, понимаете, это дело самосохранения страны. В 879-й, видимо, пытается понять, что есть американская дипломатия. Он говорит, ну, видимо, про Хиллари Клинтон, вся её дипломатия будет состоять из навязывания своего мнения. Чьего мнения? Ну, очевидно, возможно, Хиллари Клинтон, если даже она будет президентом. Навязывать своё мнение? Да. Ну, я не знаю. И к нему нужно пригла... Ну, то есть, условно, есть моё мнение и неправильное. Не знаю. Я думаю, что все политики понимают, что навязывать какое-либо мнение России, это бессмысленно. Потому что Россия даже ради этого не пойдёт поперёк. Чего ждут всё-таки американские граждане от президентских выборов, которые будут в 16-м году? Какой запрос есть, что ли, в обществе? Это зависит, ты республиканец или демократ. Потому что, если ты республиканец, ты хочешь кардиналные изменения. То есть, отношение к Обаме просто крайне негативное. И у демократов тоже. У него очень низкий рейтинг, но особенно у республиканцев. Просто я давно не помню такой раздрай между собой, между демократами. Они всегда, у них есть разные программы, но такая, я бы сказал, ненависть к Обаме, я давно не заметил. Я понимаю, что политика и всегда есть политика, но действительно, Обама очень-очень раздражает республиканцев. И не нравится, это мягко сказано. Ну, то есть, если он не нравится, ну, Обама демократ все-таки. Он не нравится как демократ или он не нравится, в принципе, как вот Обама демократ? Вообще все плохо для республиканцев. Но это должно быть по определению, потому что на то они республиканцы. Но, понимаете, от внутренней политики, от Обама здравоохранения до внешней политики, особенно внешней политики, республиканцы очень его журят на тему внешней политики, что Обама показывает слабость, что Америка отступает, Америка теряет свою историческую, во всяком случае, за последние 50 лет историческую роль лидерства, мирового лидерства. Это все из Обамы. А в чем это проявляется? В чем они видят, что Америка теряет лидерство? Ну, просто не бездействие Обамы. В каком плане бездействие? Ну, в Сирии, допустим. А в Сирии бездействие что именно? Что не удалось ЕГЭ победить или что не удалось Асада сместить? Что Обама действует слишком мало и слишком поздно. И сам факт, что Россия сейчас заполняет роль Америки в Сирии, это все ставят, в распорядке ставят Обаму в укор. В Сирии есть два аспекта. Есть борьба с ЕГЭ, есть внутриполитический кризис, де-факто это судьба Башара Асада. Вот в чем видят провал или слабость Обамы и, соответственно, геополитики США при Обаме? В том, что Асад еще у власти или в том, что ЕГЭ еще больше и больше? Это связаны вещи по мнению республиканцев, что из-за Асада, ну, то есть, замская государство образовалась на базе Асада. Когда не было этого насилия, то есть, до 2011 года, Асад не был особым проблемой. Да, диктаторы, но мало диктаторов на Ближнем Востоке. У нас свои диктаторы, понимаете, Саульская Аравия, Бахрейн, все государства Пельсидского залива. То есть, Америка не придиралась к Сирии, когда не было такого насилия, когда не было таких военных преступлений. Это все началось в 2011 году. Поэтому это касается Асада. Что касается ИГИЛа, да, республиканцы считают, что Обама неэффективно воюет против ИГИЛа. И мы видим, что ИГИЛ распространяется по всему миру, и Алкаида распространяется по всему миру. И, конечно, Обама должен отвечать за это. Почему они расширяются? Каким образом Обама может за это ответить? Каким образом? Как он ответит сейчас? Но он пытается... Карта недавно, он был в Давосе, он выступал, что США будут усиливать военные действия. И в Ливии сейчас США возвращаются в очень ограниченном количестве. То есть, есть попытки именно отвечать на этот вызов, террористический вызов. Арбатриал говорит, поправляет вас. Сирия пригласила не США, а Россию. Россия выполняет свою роль, а не роль США. Да. Я о другом, что каждая страна остается собой право защищать себя против терроризма в любой точке мира. Другое дело, что Россия не так часто проявляет это право. Я имею в виду, пользуются этим правом. Но были отдельные случаи, помните, в Катаре, когда мочили какого-то террористов в Катаре. Яндербаева, по-моему, его зовут. Но это единичный случай. США постоянно, то есть через беспилотники, без всякого мандата ООН, это понятно. Но США оправдывают это тем, что это право на самозащиту. Это 51 статья устава ООН. То есть, когда речь идет о самосохранении страны, я еще раз говорю, если будет мандат ООН, пожалуйста, если нет, но что делать? Что важнее? Надо церемониться с ООН. Но когда нет согласия, и это часто бывает, потому что что такое ООН, что такое Совет Безопасности? Это пять стран с разными точками зрения, с разными повестками дня, понимаете? И вот интересно, когда вы говорите слово «церемониться», то есть церемониться с этими пятью странами, у которых каждая своя риторика. Потому что Совет Безопасности — это не магическое оружие, понимаете? Это Совет Безопасности работает настолько, поскольку работает все члены, они могут соглашаться. Когда они могут соглашаться, что делать? США в конечном итоге должна защищать свою безопасность. Это прежде всего. И Россия должна защищать свою безопасность. Если есть несогласия, что важнее? Безопасность страны? Тогда зачем Совбиссон в принципе существует, если страны могут сказать, что это угрожает нашим безопасности? Это хороший вопрос. И многие упрекают ООН, что это декоративная, это символическая структура. И все делают вид, что это работает. Но других механизмов нет. Это мы знаем. То есть страны, мы работаем с теми структурами, которые есть. Это очень много проблем с ООН. Эти структуры должны быть... Смотрите, эти структуры должны как-то реформироваться, с вашей точки зрения. Потому что неоднократно говорили, что сейчас в ООН назрела все равно реформа. Но какая структура у этой реформы должна быть, никто не говорит. Нет, но можно немножко реформировать. Чтобы что? Нет, но есть проблема. Самая главная проблема – это право в это. Это считается, что это уже изжило себя. Причем, почему эти пять членов? Может быть, Индия. Почему Индия не там? Почему другие? Я имею в виду как постоянные. Вот это мы все равны, но некоторые равны. То есть пять членов, они постоянные. То есть структуру надо поменять. Да. Но как ни крути, самое главное, что это громоздкая структура. И когда особенно в ООН в целом и в Совете безопасности в частности. И когда есть конкуренция между собой, когда некоторые страны, и США, не исключение, они голосуют да или нет. Часто просто назло или чтобы мешать другим членам, потому что это проявление конкуренции. Это, конечно, мешает сотрудничеству. Есть редкие случаи, например, когда все, например, когда… Но сотрудничество – это есть соглашательство? Разве? Да. Когда Хусейн, когда Ирак напал на Кувейт в 90-м году, полный согласие в ООН. Когда после 11 сентября, когда надо было одобрить военные действия США, потом под эгидией НАТО в Афганистане, полный согласие, Россия не препятствует. Но это редкий случай. В Босне, до Косово в 95-м году, когда надо было одобрить военные действия, причем НАТО против Милошевича, Россия поддерживает это в 95-м году. Потом в 99-м году с точностью, наоборот, препятствовала Россия, препятствовала. Но это их право. Я говорю, что есть единичный случай, когда все соглашаются. Это хорошо. Но в общем и целом, сама структура ООН и Совета безопасности не способствует этому, потому что это нереально, что все страны будут смотреть на ту или иную проблему одинаково. И поэтому ступор, постоянный ступор. Но других механизмов нет, Женя Евгеньевна. Других механизмов каких, простите, нет? Международных. Международных. Так поэтому, может быть, и хорошо, что Совбезон существует ровно в такой структуре, в какой он сейчас, мы его знаем. Потому что если бы, условно, не было бы права вето, кто знает, какие бы военные действия, где проходили еще, какие бы страны в них участвовали. Хорошо, что ООН существует. Я только за ООН, но не надо оболщаться, надо понять, что эта структура ограничена по определению. Виталий 44-й возвращает вас к выборам президента в США. Можно ли сравнить популистскую риторику Дональда Трампа с риторикой нашего Владимира Жириновского? Американцев такой популизм цепляет? И вообще, как относится к Дональду Трампу в США? Можно сравнивать, и все сравнивают. Да, это популизм, это эпатажность, это Трамп шокирует ради самого шока. Поэтому он шоумен, давно шоумен. Политика это новое поприще для него, абсолютно новое поприще. А какого президента хотят американцы? Что? Какого президента хотят американцы? Почему он популярен? Потому что он развлекает, это понятно. Но он не станет президентом. Это сейчас он развлекает, и все смеются. Но когда выборы, это серьезное дело. И, между прочим, почему Жириновский не имел никаких шансов? И не имел никаких шансов. То есть, выдумай, пожалуйста. И как глава партии, фракции, пожалуйста. Но не в качестве президента. И поэтому это исключено, что... Понимаете, сейчас это за год до выборов можно смеяться, можно развлекаться. Но когда в неябре, когда надо нажать на кнопку, это слишком серьезное решение, слишком серьезное дело, чтобы поставить человека типа Трампа в Белом доме. Были заявления, если не ошибаюсь, Майкла Блумберга не так давно, что он тоже хочет баллотироваться. Да. Он как раз хороший кандидат, серьезный кандидат. Почему? Без эпитажа. Почему? Потому что мэр Нью-Йорка, очень удачный мэр. Другое дело, что он не хочет быть республиканцем, не демократом, он хочет быть независимым кандидатом. И система построена так, что очень сложно чисто бюрократически, чисто организационно выиграть. А президент может в двухпартийном парламенте быть президент, который вообще беспартийный? Я говорю, что это очень сложно. Так построена система. Я не знаю, когда был президент или если был президент, но были другие партии, но за последние 20-30 лет история США, когда ни республиканец, ни демократец, то есть были другие партии. Но за последние 50 лет только либо демократы, либо республиканец. Другие кандидаты, они баллотировались, но они не выиграли. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло, да, здравствуйте. Сергей Москва. Да, Сергей, слушаю. Я не рекламирую фильм. Большое спасибо Майклу Бэю. Буму, Буму. Сейчас вот солдаты Бенгази он снял. Нет, послушайте, пожалуйста. И вот там в конце фильма режиссер пишет о том, что вот Ливия, ради чего это было, это просто оплот ИГИЛа. Спасибо вот этим режиссерам, которые говорят открыто, ради чего американцы там непонятно столько погибали. Но американцы были ли ли, все-таки это французская операция была, если я не ошибаюсь. Не американская. Нет, это прошло Совет Безопасности. И Россия не поддерживала, а воздержалась. Это, нет, это инициатива Франции была, но американцы, они поддерживали. Это изначально, изначально французская инициатива, но это с мандатом ООН. Почему ИГИЛ сейчас, ну да, сейчас это проблема. ИГИЛ появилась в Ливии, причем в огромном количестве. То есть они расширяются, они понимают, что они под осадой в Ираке и в Сирии, и они ищут, может быть, они понимают, что рано или поздно, они потеряют этот оплот в Сирии, и они подстраховываются сейчас, и они ищут новые оплоты. И Ливия это прекрасная возможность, потому что полный хаос там. Ослабленное, полностью ослабленное государство. Но в этой связи вопрос такой возникает, Майкл, на основе, на примере того, что происходит в Ливии, на примере того, что происходит в Ираке, в Афганистане и так далее. Вот у американских политиков все равно складывается ощущение, что нет жизни в каких-то странах диктатором, лучше пусть будет демократия, демократия по-американски. Но что получается в итоге? Нет, это не совсем так. Это искаженная картина. На Ближнем Востоке американцы прекрасно понимают, что слово демократия вообще не подходит. То есть это уже достижение, если можно избежать, я не знаю, геноцида. На Ближнем Востоке это уже достижение. И именно поэтому, понимаете, Асад, он прошел эту границу, потому что он уже в категории геноцида и военных преступлений. Вам про Саудовскую Аравию могут напомнить, потому что там руки рубят. Да, там, безусловно, диктатура в Саудовской Аравии, никакой демократии не было. И вообще на Ближнем Востоке, кроме Израиля, какие демократии? Это монархия, это жесткая диктатура в общем и целом. Поэтому, ну, Ирак пытается меняться, сейчас парламент, но это... Но не срабатывает. Да, поэтому все подается сравнению. На Ближнем Востоке, почему Америка поддерживает вот этих диктаторов? Потому что они диктаторы, но более мягкого типа, понимаете? Для Ближнего Востока... Как это? Секунду, кто, какие диктаторы более мягкого типа? Я имею в виду Саудовскую Аравию. То есть там нет геноцида. По сравнению с Хусейном вы теперь сравниваете? Да, по сравнению с Хусейном, по сравнению с Асадом. То есть в Сирии 250 тысяч гибели мирного населения... Вспомните, я прошу прощения, Нимра Ан-Нимра, которого казнили. Нимра Ан-Нимр. Да, но это по их уголовному кодексу. Он призывал... Он призывал людей к освежению власти. Понимаете, это... Подождите, при этом он указывал на то, что права шиитов на Востоке, если я не ошибаюсь, Саудовской Аравии, всячески нарушаются в Сунинском государстве. Если это их уголовный кодекс, то это измена, государственная измена, что нельзя призывать к государственному... Так Хусейн тоже боролся с такими же людьми? Нет, он убивал своих людей, это разные вещи. Так они тоже казнились своего человека? Он казнил лидера, он казнил мятежника, который призывал шиитов к освежению власти. Вы не чувствуете разницу? Что Хусейн сделал? Он убивал детей, женщин, я имею в виду, химическим оружием. Вы помните, это много раз было. Курдов, он отравил химическим оружием. Вы не чувствуете разницу, когда Саудовская Аравия казнил лидера мятежной группы, которая призывала к освежению власти, и когда Хусейн отравил тысячи и тысячи мирных жителей химическим оружием. Вы не чувствуете разницу? Разница есть. Да, в Саудовской Аравии нет демократии, но там нет геноцида. Понимаете? 7373-948, телефон прямого фирма, слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Алло, здрасте, коротко, пожалуйста. Вот такой вопрос к Майклу. Он говорил, что в Сирии, значит, американцы должны активнее действовать, потому что это защищает их интересы. Значит, и Россия тоже должна защищать активно свои интересы, даже если это будет не состыковаться с мнением ООН. Если мы введем свои войска на Украину, Америка будет приветствовать это, мы же защищаем свои интересы. К тому же там и геноцид можно спокойно совершенно подтянуть. Все понятно. Ну, в этом весь конфликт, в этом вся конфронтация, что когда Россия следует своим интересам, и когда Америка следует, поскольку они разные, они сталкиваются друг с другом. Для этого есть самая сон. Каждая страна имеет право защищать свою безопасность и свои интересы. Когда они сталкиваются, тогда это проблема, огромная проблема. 314-й Эрдоган, разве курдов не убивает? Последний вопрос. Ну, там он борется против именно курдских террористов. Он убивает курдов, а курды убивают турков. Это обоюдное убийство. Это борьба уже 30-40 лет идет. И было перемирие, но надо вернуться к этому перемирию. Майкл Бом, американский журналист, был гостем программы «Иностранцы». Майкл, спасибо, что пришли. Странные люди. Иностранцы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 15 часов в Москве в студии. С новостями Катерина Звягинцева. Здравствуйте. Число жертв гриппа в России увеличилось до 126. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай. По его словам, эпидемиологический порог превышен сейчас на 48%. Ведомстве при этом отмечают, что цифра не считается какой-то экстраординарной. Медицинские организации в полной мере обеспечены...